Существуют чудеса, чудеса в жизни. Чудеса в городе Магнитогорске расположены между улицей Советской Армии и улицей Бориса Ручьева. Так вот здесь рвется улица Советская. И именно здесь, на Галиулина 1, а это прямо рядышком, с перекрестком Советской Армии, располагается максимально чудесное место. Почему я так говорю? Да потому что постоянно проезжал здесь и думал, когда все-таки автостоп сповадится сделать серию репортажей. И все, ребята, в нашей жизни появился экстрим. Экстрим-клуб, который предлагает вашему вниманию ту технику, которую я просто люблю. Потому что в моей душе очень много экстрима, и я это дело, как говорится, прочувствовал. Что можно еще здесь прочувствовать? Давайте прочувствуем силу и возможности станции технического обслуживания. Потому как, и ни для кого не секрет, грядет, грядет время нормальных станций. И вот тогда выиграет тот, кто первым начал, и у кого опыта больше. Итак, приготовьтесь. Вас ждет вкус адреналина. И мы его наелись по самой не хочу. И нас сняли в день аж несколько передач в стиле телесериала. Но для начала поднимем вопрос другой. И на сегодняшнее время более актуальный. Вот его суть. Сегодня и сейчас действительно есть из чего выбрать. В смысле новых авто. Отмотав время назад, заметим. Начало дилерской активности пришлось в аккуратный период 2005 года. И логично поразмыслив и зная, что редкая гарантия длится дольше отведенного периода, проанализировав, поймем, что на рынке в скором времени появятся машины БУ. Слетевшие из гарантии и чудно дорогущего гарантийного обслуживания. Если вам надоело ждать, к примеру, 3 месяца гарантийного ремонта, в случае с попадением машины в ДТП, и срок этот абсолютно реальный, тут арифметика проста, месяц экзаменного геморроя со страховой, месяц заказа и доставки запчастей, и месяц, собственно, ремонта, и все это за космическую цену. Я вам назвал вариант самый ужасный. Есть, конечно, проще, но есть вариант выбрать сертифицированный недорогой сервис, который, к тому же, удобно расположен. У нас есть лицензия на все виды работ, и мы, в принципе, осуществляем все виды работ, начиная с шиномонтажки, кончая краской и мойкой автомобиля. Меня интересует вопрос цены, потому что есть люди космические, есть люди, ну, халявные, но вот надо определиться с ценой. Ну, цены у нас приемлемые, в принципе, гораздо ниже, чем у официальных дилеров. Ну, по другим автосервисам, по мелким, в принципе, цены практически одинаковые, но порядка ниже. Когда человек рано или поздно задумывается о том, какой автомобиль приобрести, либо ввалиться в новый автомобиль, либо купить БУ, вот на собственном опыте, что вы посоветуете? Допустим, хороший БУ с пробегом 50 тысяч. Если мы будем покупать автомобиль у дилера, мы попадаем на 15-20 тысяч, ну, это в самом худшем случае, от 7 до 10 за ТО, это в лучшем случае. У вас, сколько с вашими расценками будет стоить техническое обслуживание такого автомобиля? Ну, по большому счету, если брать, допустим, новый автомобиль, который едет на ТО по гарантии к дилерам, у нас он где-то вдвое дешевле проходит, это все ТО. И что вы, в конце концов, умеете? Мы назвали в общем, а конкретно в случае? Ну, конкретно мы делаем шиномонтаж, слесарные работы, капремонты двигателей, коробок, редукторов задних приводных, передние приводы, диагностику полностью автомобиля осуществляем, мойка, химчистка, полировка, жестяно-сварочные работы, покрасочные работы. А теперь к вопросу о умении. Для того, чтобы сделать капремонт двигателя, необходимы станки, ну, руки, разумеется. Для того, чтобы отремонтировать коробку, коробку автомат, допустим, нужны мозги в первом случае. И в случае, допустим, с редукторами, с приводами, с теми же, допустим, планетаркой, гипоидной парой, необходимы еще и инструменты для точной регулировки. Это есть? У нас есть полностью весь инструмент, и также квалифицированные специалисты, которые, скажем так, ежегодно повышают свою квалификацию. Ну что ж, мы убедились и убедимся на практике возможности оперативно получить весь комплекс автоуслуг, и не только. Мы же сюда за экстримом приехали. Но не здесь, конечно, а в месте другом. Нам перед отрывом подкрепиться необходимо. Сюда вас же и доставят, пока вам меняют диск сцепления или шаровую. Процедура более длительная, чем, к примеру, замена маслом. И в кафе русская изба. За это время можно и отдохнуть, и покушать. А если автомобиль лег на операцию, и стресс снять. И опять же, из собственного опыта. Дивное местечко. Дивное. Кстати, СТО авто снимает множество проблем, которые могут внезапно обрушиться на автовладельца. То, что может, еще не вышло из строя, но и уже нужно поменять. И в случае с отечественным авто вам не придется рвать на авторынок. Здесь есть все. То, что на иномарку. Ну, а если чего-то нет, то и заказ оформят тут же. И вот, наконец, вступление в самую вкусную часть. Экстрим Клуб. И раз здесь экстрим БРПшного разлива, закинем удочку насчет ремонта. И обслуживание техники не самое дешевое. И не для каждого, конечно. Моторизированный адреналин от БРП освоит не каждый. Так вот, ремзона своя и оборудование есть. Если ваш квадрик познакомился с уральской березой, или попил водицы из ручья, или снегоход горячий русские парням напрягли, то не беда. Ремзона есть, а есть и возможность и выезда на место. Кроме экстремального отдыха, экстрим Клуб, конечно, не забывает о отдыхе для детворы и для любителей рыбалки. И отечественные надувные лодки из ПВХ ткани, и моторы к ним здесь есть же. Как, впрочем, и вся профессиональная фирменная одежда. И запчасти. И GPS-навигация. Ну, а место нашего выезда с ориентировкой по GPS это коровий пляж озера Баннова. И удивительно, но! Это место из Дикого становится цивилизованным. Тут отсыпается пляж и возводится соответствующая инфраструктура. Так как платить 2 доллара и сидеть на головах на пляже Юбилейного кое-кого реально достало. Ну что же, для подготовки к этому тест-драйву на потрясающе мощном RXP-255, сейчас есть RXP-255, мне необходимо вспомнить полуторагодовую историю. как это делалось в шармой шейке и на сколько я поправился. Если честно, то Extreme Club в принципе предлагает вам круглогодичный экстрим, собственно говоря. Ну и мы как-нибудь попробуем, одев более плотный гидрочих, прокатиться зимой, знаете, вот это будет картина, блин, маслом не писаная. В Магнитогорске, когда снежочек будет лежать, понимаете, да, о чем я говорю? Ну что ж, в общем, я практически в лес. Это подготовка к тесту техники с шильдиком RXP. Самое мощное семейство бомбардье с едой. Без должного опыта и навыков подходить к водоконям с движками за 200 лошадиных сил я бы вам не советовал. Это адреналин чистый и это занятие для мужиков. И этим мы можем заниматься не хуже забугорных спортсменов. Здесь и сейчас. Не хотелось, честно, но пришлось любителю воды соленой искупнуться в воде пресной, потому как сев за предпоследнюю модель RXP-шки в повороте воткнулся на скорости в 70 км в час в кельваторную струю бомбардье спортсера, что обеспечило моментальное катапультирование способом первичного отрыва пятой точки хрюнделя в 100 кг веса. Поэтому, оттянувшись в августовской теплой водичке, пересядем за руль виновника акробатического кульбита. И что за техника? Техника — это бомбардир. Техника американская. И, скажем честно, вот эта фирма бомбардье как правильно? Немножко с французским пронаунсом. Она делает не только такие вещи, но делает вещи покруче, типа самолеты. Для частной авиации, знаете, такие миллионеры себе позволяют. В принципе, этот бомбардир спортсмен стоит не так уж и дорого. В пределах одного миллиона рублей. Но по степени защищенности, по степени продуманности, по степени навороченности, это, пожалуй, тот вариант, который вы приобретаете и приобретаете и катаетесь достаточно долго. Как машина может ездить? Ну, я постараюсь, вот волнение поутихло и немножко добавить керосину. А вот так? Ну ладно, мы все-таки не для того, чтобы отрывать голову моему оператору. Мы для того, чтобы побалдеть. Итак, четырехместный агрегат. Весьма балдежном исполнении, потому как здесь даже есть музыка. из девайсов, которые помогают вам управлять. Боже мой, боковая качка, как она переносит хорошо. Добавим еще немножко керосину. Так, вы полностью контролируете эту технику. Необходимо, конечно же, прицепить предохранитель, потому как, и такое случается часто, пилот этой техники при хорошем гараже может оказаться за бортом. Вот. Ну, теперь давайте воду споем экстрим-клубом. Любая техника вот этого производителя, бомбардьер, вам доступна. Но, кроме всего прочего, экстрим-клуб умеет еще ее ремонтировать и обслуживать. И есть, разумеется, в наличии запасные части. Что касается других вариантов, приходите, смотрите по каталогу. Вещи действительно классные. И о некоторых я бы достаточно скоро задумался, потому что, ну, рано или поздно годам к сорокатам, может быть, чуть раньше, мужички должны подрастать, а жир сгонять вот на таких агрегатах. Конечно, извините за тряску кадра, но волны есть волны. А собственный вертолет в планах, но не в наличии. В наличии на берегу стоят заток квадыки и задания профессионалам продемонстрировать нам все возможности в непроходимой местности с отсутствием даже видимости дороги, и скажем, действительно, элегантные квадроциклы BRP с шильдиком Max и XT могут не только ездить, но и плавать, но только если вы не сидите на них. Мы, конечно, оторвались по-взрослому. И не специально, но засадили квадры. И мощным двиглом водника засосали камни с мелководья. И тут почувствовали серьезность парней, работающих в экстрим-клубе. Благодаря наличию запчастей и наличию лебедок по умолчанию на квадрах с буквами Max, мы в первом случае продолжили гонки по воде, а во втором, порядка измазавшись и поиздевавшись над сланцами, выдернули квадру из жидко-непроходимой грязи. Мы, конечно, детально и в дальнейшем расскажем вам, как все действие происходило. Но знаете, я лично день с экстрим-клубом запомнил надолго. Есть сегодня такая же возможность и у вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова